Особое мнение на 101FM В Кирове 1305 начинается программа «Особое мнение» в студии Анны Лапшина. Говорю здравствуйте слушателям нашим еще раз и приветствую гостью в студии Марину Сазонтову, первого секретаря Кировского горкома КПРФ, вице-спикера законодательного собрания 5-го созыва, ранее депутата Кировской городской думы. Марина Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Да, ну мы начнем, понятно же, со вчерашней темы. Она по-прежнему актуальна, по-прежнему обсуждается. То, что касается нас всех, повышение пенсионного возраста. Вчера было долгожданное, я бы так сказала, обращение к нации президента Владимира Путина. Долго вопросы задавали по поводу того, почему он не высказывается по такому животрепещущему вопросу. И вот, наконец, случилось. Ну, основное, что вчера было заявлено, наверное, женщинам отчасти приятно это слышать. Да, женщин пожалели. Сказали, не будем поднимать вам пенсионный возраст на 8 лет, а поднимем всего на 5. А кто родит троих детей, выйдет на пенсию на 3 года раньше. А кто четверых, на 4 года. Ваше впечатление от вчерашнего выступления ожидаемо было, то, что говорил Владимир Путин? Или были какие-то сюрпризы? Вы знаете, наверное, нужно начать с того, те, кто голосовал за Путина, да, и когда он сразу назначил Медведева, были в таком разочаровании, как же так? И вот, наверное, когда в июне правительство вынесло Российской Федерации вот этот законопроект, то есть у нас прошло практически 2,5 месяца, да? Вот неужели президенту нужно было дожидаться 2,5 месяцев, чтобы какие-то, значит, лисички не сразу хвост, вернее, кошки, знаете, отрубают, а так сказать, частями? 2,5 месяца. Вот, на мой взгляд, поставлено все с ног на голову. Но вместо того, чтобы сначала изучить ситуацию, привести конкретное, выслушать всех, а затем уже вносить законопроект. А у нас, так сказать, внесли, президент 2,5 месяца молчал, оказывается, он где-то там вообще не в курсе был, вот, ощущения, да? И вдруг, так сказать, вот ему там в Сибири сказали, и он решил с посланием обратиться. Мне кажется, он долго готовился. Конечно же, он был в курсе, но все это понимают. Так это нужно было наоборот, вообще-то, по идее. То есть вы сначала изучите мнение общественное. Вот я принесла сегодня газету «Правда», где очень четко вообще приходят цифры. Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин по России 66 лет. И когда мне говорят, мы надеемся повысить продолжительность жизни. Ребята, так вы сначала повысьте продолжительность жизни, а потом вводите, доказывайте, что да, у нас растет продолжительность жизни. Марина Сергеевна, ну, продолжительность жизни поднимать – это довольно долгие процессы, затратные, наверное, а денег-то может не стать уже завтра, как вчера Владимир Путин сказал. А денег, смотрите, да, давайте так. Он ведь назвал далеко не все, будем говорить, каналы источника пополнения. Надо посмотреть выступление Зюганова, кстати говоря, вот телеканал «Красная линия», которым было четко показано суммы, и не те, так сказать, скромные, которые вот вчера приводил Путин, что вот, ну, это на раз и не будет, на два, на три, там, на шесть, и все. А вот когда посмотреть, у нас не помянул, мы много сейчас можем времени занять, ну, например, когда госмонополия на спиртосодержащие всю продукцию. Это огромные деньги. Можно назвать еще другие каналы. Почему у нас сегодня госкорпорации, а их руководители получают почти по 2 миллиона в день? Это как соотносится госкорпорация, государственная корпорация, ее руководители получают такие деньги. И у нас сегодня вот этот дисбаланс такой некий. И когда говорится, и вот то, о чем мы с вами начали, помните, как все заговорили со всех телеканалов, каждый получит по тысяче, значит, 12 тысяч в месяц, 12 тысяч в месяц каждый пенсионер за год, то есть по тысяче каждый месяц. А сейчас не обратили внимание некоторые, что говорят, в среднем по тысяче. Я, насколько понимаю, там будет зависеть прибавка, это от размера нынешней пенсии. Конечно. Поэтому вот такие, знаете, заявления, которые бросаются, ну, хорошо, женщинам решили чуть-чуть улучшить ситуацию. Тогда вопрос возникает, а на местах каким образом? Почему наше ЗАГС собрание нынешнего созыва посчитало, что женщины, которые пятерых родили, а у нас был такой закон, и правило, что им хотя бы по тысяче доплачивали к пенсии, а нынешний состав ЗАГС собрания сказал, да это копейки, зачем им это тут еще давать? И лишили. Так вот, когда у нас Путин говорит, что нужно еще вместе с этим принять и другие законы, там, с налогами, ну, вы слышали, наверное, да, что по возрасту, а не по статусу пенсионера, там, эти льготы, так сказать, оставить пока. Но это пока. Потому что действия, которые вот они сейчас предпринимают, они всегда идут нахрапом. И сказать о том, что у вас сейчас будет льгот, а кто принял полуторный прожиточный минимум для этих пенсионеров и для тех, если у тебя достаточно полуторный прожиточный минимум, тебя уже лишают права на проезд льготный и там других, я не буду сейчас задерживать много времени. Я по натуре уже стала Фомой неверующим. Вот говорят, а вы мне докажите. Но вчера многие эксперты говорили о том, что, да, все вот эти вот обещания сохранить какие-то льготы и прочее, это все сохранится только на переходный период. Конечно. А к моменту, когда мы, например, будем выходить на пенсию, уже ничего не будет. Забудьте, да, забудьте. Поэтому вот вчерашнее послание, ну, это уже, так сказать, по хвостам, как сказать, бьют, торопиться, чтобы, так сказать, особого ничего не было. Но вот у меня ощущение, это пока косточку, которую бросили, да, и каждый будет понимать, а ему как, что-то достанется с этого или не достанется. Поэтому меня очень, например, оскорбило фактически заявление Киселева, который по вечерам там ведет программу. Ведь посмотрите, как повели себя все телеканалы. Дмитрий Киселев мы имеем в виду. Посмотрите, как они себя повели. Все бросились на защиту, что все хорошо. Посмотрите, в 92 года он там чуть ли операции не делает. Ребята, так он еще и пенсию-то продолжает получать. Вот кто может? Ну, он тоже об этом сказал, что да, сегодня люди вынуждены работать не потому, что они вот такие все энтузиасты, а потому что просто невозможно прожить на пенсию, достойно прожить. А некоторым просто выжить. И меня умилило просто, я не знаю, когда говорили, что уголовная ответственность работодателей, которые не будут принимать там на работу по возрастным ограничениям. Или увольнять. Чем обернется наложительность этой меры? Ну, подождите, подождите, да никакой уголовной не будет ответственности. Человеку начнут врезать все платежи, там, премиальные, досрочные, там, или еще какие-то есть, и человек поймет, что ему это не прожить, надо искать другое место работы, там, дворником или еще куда-то. Способов выдавить, так сказать, и убрать человека, который уже мешает или нужно там кого-то своего поставить, очень много. И никто не придерется. Вчера также эксперты высказывали мнение о том, что просто возрастная планка, когда человека неохотно берут на работу, она поднимется, ну, переедет еще раньше. То есть если сейчас работа, условно говоря, очень сложно найти после 45 лет, будут приняты какие-то меры наказания для работодателей, не принимающих на работу таких людей, просто не будут брать на работу с 40 или с 35. А, ну, вот, наверное, смешная ситуация, когда повысили сегодня молодыми, считаются люди до 44 лет. Это ВОЗ, да? Молодежь, да. Другое, я не услышала ключевой фразы. Откуда у нас доходы? Это НДФЛ, так сказать, и отчисления в пенсионный фонд. От заработка. И когда Путин обещал, что 25 миллионов рабочих мест, где они? Об этом ни слова. А это как раз те поступления, которые пополняет пенсионный фонд. И Зюганов как раз разоблачил вот эти все правительственные, так сказать, очень удобную статистику, критическую и так далее, что количество пенсионеров настолько там выросло или нет. Я вот вам хочу привести статистику, где сказано, что если у нас, если у нас в 2016 году было 39,5 миллионов пенсионеров, как вы думаете, насколько выросло за два года? Я не могу предположить. Всего лишь на 600 тысяч. То есть, когда говорят, и в то же время, в то же время объем страховых взносов в миллиардах рублей, если это в 2016 году было, ну, я округляю, там, 4 триллиона, то в 2018-м 5,5 триллионов рублей. И когда нам говорят, что пустой пенсионный фонд, извините, а почему вот эти цифры не приводят? Вот в этой же газете тоже очень статистика хорошая. Если мы с вами, работая до 60 лет, ну, по мужчинам, например, да, сосчитали, округляют там 100, 3 зарплаты, зарплаты перечисляют в пенсионный фонд. Фактически эти граждане после даже 12 лет дожития, они отдают, получают всего лишь из 103 зарплат 47. А куда 56 деваются? Вот эти цифры, они, так сказать, приводятся, и ответа-то нет. Почему сегодня вот такой разговор откровенно не идет? А я про Киселева сказала. Это же цинично, конечно, кто как отрабатывает, но они показывали, что все рвутся, работают, и в таком возрасте. Но я не знаю, может быть, в 92 года еще есть. Я, Марина Сергеевна, думаю, что мы в последние месяцы уже видели эти сюжеты, и будем видеть еще больше, когда нам будут показывать счастливых пенсионеров. Скоро нам будут показывать счастливых пенсионеров, которые пошли получать новую профессию. А нас их унижают. Вы понимаете, когда Киселев заявляет, кого вы жалеете, что мужчины до 65 доживают? 43% только доживают. Это же аркоманы, налкаши, бомжи. Ну, мы понимаем, что это не так, конечно. Вот вы знаете, это цинизм, который, ну, никак, просто другим словом не определить. Хорошо, давайте вот о перспективах действий, скажем так, когда оппозиционных, в том числе сил наших оппозиционных фракций в Государственной Думе. Я так понимаю, что КПРФ в любом случае будет голосовать против законопроекта во втором чтении, даже с теми предложенными поправками. Нет, потому что однозначно, когда приводятся вот такие цифры, статистика, которая еще показывает, совсем не соотносится с теми красивыми фразами, которые вчера звучали в послании. Но будем так, вот эта волна протеста привела к тому, что все-таки пришлось немножко позадуматься. То есть вы считаете, что изначально не планировалось по самой верхней планке огласить, а потом выходит Путин весь в белом, как говорят эксперты, и снижает, что все-таки протестная активность людей, она сыграла свою роль. Безусловно, безусловно. В разной форме она сыграла, потому что команда там, предположим, ведь надо нести ответственность. Как «Справедливая Россия» Миронов сказал, нужно за Путина голосовать, да? Получили Путина. Но «Справедливая Россия» тоже не собирается поддерживать законопроект. А сейчас, вы понимаете, так нужно было немножко, это же политики, это не то, что который школьник пошел, забыл тетрадь, я там вернусь, возьму. Нужно все-таки идет. КПРФ всегда идет открыто, прямо, не смыкая из стороны в сторону, показывает свою позицию. И кто бы сомневался, что Путин Медведева не назначит. Хорошо. Но это вот, да, давайте не будем. Да, у нас пауза просто сейчас полминуты, мы вернемся и к этой теме снова обратимся. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, вице-спикер ЗАГС Собрания Пятого Созыва в нашей студии. Мы продолжаем. Но все еще про пенсионный возраст, да? О протестной активности, митинги. Будут ли они проводиться и есть ли в них смысл? Учитывая, что обычно у нас, озвученные Владимиром Путиным, стараются выполнять, мы понимаем, что большинство депутатов в Государственной Думе – это «Единая Россия». Скорее всего, они будут голосовать так, как скажут. Кто бы сомневался. Или так хотят. Я не хочу никого обижать, да. Но тем не менее, обычно они принимают фракционные решения и голосуют так, как было решено всеми вместе, да? Мы понимаем. Есть ли смысл в митингах? Будут ли они? Безусловно, есть. Мы проводим эти митинги, пикеты, одиночные, групповые. И ближайший будет пикет УЦУМа 2 сентября с 10 часов. Затем 6 сентября мы проводим митинг у памятника Степану Халтурину вечером с 6 часов, чтобы могли работающие подойти. И это в рамках всероссийской акции протеста. И 22 сентября митинг – это у нас воскресенье. Это накануне обсуждения законопроекта в Госдуме. Поэтому у нас не останавливается эта волна протеста. Почему? А почему? Зачем? Зачем эти митинги? Сегодня, вот как вы сказали, Единая Россия. Как вот они все проголосовали, да? Как команда отмашка была. Что наше ЗАГС-собрание, ядросы проголосовали. Что Государственная Дума. И мы не даром в своих пикетах и так называем. В некоторых городах даже проводят позорный полк с фотографиями этих депутатов, которые проголосовали за эту пенсионную реформу с этим повышением пенсионного возраста. И мы называем Рахимова, Валенчука, которые голосовали за этот законопроект за повышение пенсионного возраста. Вот может быть это тоже заставит людей немножко задуматься, за кого они голосовали, кто их интересы представляет. Или они будут слушать команду только сверху, или они все-таки узнают мнение своих избирателей и будут соотноситься с ними, с их мнением отставить. А не так, как сказали, так сказать, шагай и голосуй. Но ведь нельзя же быть такой марионеткой, которую дергают. Но до выборов-то, Марина Сергеевна, далеко еще до крупных. Почему? У нас... Правильно. Но если уже сейчас людям не показывать вот такой пример, вы делаете вывод, за кого вы проголосовали. Он ответственен перед вами, а он ваши, так сказать, интересы вообще отбрасывает. То есть митинги протестные, которые будет проводить КПРФ, их цель даже не столько по пенсионной реформе... И пенсионной реформе, и в целом, да. Что сегодня у людей... Вот знаете, меня поражает людей... Я сама проводила одиночные пикеты, раздавала газеты. И когда вот люди моего возраста, например, говорят, ой, вы знаете, уже все безразлично, все... Я говорю, а почему вы о детях и внуках своих хотя бы не хотите позаботиться? Ой, пусть они сами. С молодыми, вот говоришь, где-то до 25 лет, они говорят, о, при нас, может, уже и пенсии не будет. То есть они критично очень относятся, уже не верят. Но это ведь тоже ненормально в таком государстве, если молодежь не верит о том, что вообще кто-то о них позаботится. А старшее поколение уже полностью разочаровалось. Но если бы оно разочаровалось активно, понимая, за кого нужно голосовать, а кто, в общем-то, в пустышку превращает все их обращения, и не хочет их слышать, вот это тоже очень важно. Поэтому у нас есть и программа «Минимум». Это, да, против повышения пенсионного возраста, потому что даже 65 лет для мужчин, да, ну, какое благодетельность. Но надо было тогда 70 и бевить, да, потом сказать, что мы на два года там вам понижаем и так далее. Это ведь тоже тактика политическая, что было чего тихонечко, так сказать, бросить косточку, да, мы вроде услышали, и все бы успокоились. Ребята, ну, это, вы знаете, вот надо понимать, что это как пробный шар. Один проглотили, ну, там немножко повозмущались. В основном продавят, да, у людей, так сказать, разочарование. А следующие могут какие угодно налоги. Вы посмотрите закон о садоводах. Нельзя на участке там ни шашлыки пожарить, ничего, да. И кто у нас, Вильничук за это, да, его-то не слышно. Дальше, если мы говорим о том, что льготы для пенсионеров, но там ведь льгота какая? Если пенсионер, там на 20 квадратных метрах его жилье, налог на имущество физических лиц. Я всегда спрашиваю... А там, по-моему, одна квартира не облагается налогом. Нет, 20 квадратных метров, а там дальше уже дифференциация некая идет. Я всегда спрашиваю, простите, а за что налог-то вы берете с имущества, которые приносят одни расходы на содержание, коммунальные платежи, капитальный ремонт, какой налог на имущество, на квартиру, единственное жилье. А у нас еще и в перспективе страхования жилья. То есть сегодня найти поводов, чтобы обобрать людей, еще очень много. Смиритесь с этим, ребята, и вам в следующий, так сказать, кинут пробный шар, потихонечку обложат так, что мало не покажется. В общем, митинги проводить будете. Да, Марина Сергеевна, еще одна на перспективу история. История с референдумом по поводу повышения пенсионного возраста, который сейчас становится еще более непонятной. Зачем референдум, если Путин уже все сказал? Ну, вот понимаете, кто готов в рот смотреть и не включать свои мозги, да, я все понимаю, но в референдуме фраза, но сейчас, в настоящее время, не повышать пенсионный возраст. Я еще говорю, если у нас средний возраст прожития мужчин 66 лет, то какая пенсия в 65? Он не доживет. Я говорю о пенсиях, которые 103 перечисляют, и даже за 12 лет только 47 получают. Куда уходит? А если это будет не 12, и 103, вы читаете 6 лет, 97 зарплаты пенсии. Куда уходит? Вот поэтому у нас сегодня инициативные группы, референдум, да, пытаются, власть просто испугалась, потому что на референдуме они слышат очень неудобное, и она предприняла несколько шагов. Вдруг возбудились несколько групп инициативных, чтобы вперед КПРФ, там, значит, по регионам провести, создать эту, зарегистрировать инициативную группу. Но кто эти инициативные группы? У них уши торчат «Единой России». Это от «Единой России», так сказать, идет команда, люди там показывают, что он такие и они такие, а команда от «Единой России». В этом даже сомнений нет, потому что это мое личное мнение. Особое мнение. Мое мнение, да. У меня сомнений нет. Поэтому нужно противостоять, не нужно допустить референдум, но уже, так сказать, где-то не получается, и для этого и послание появилось. Так, нужно противостоять и не допустить, это со стороны этих инициативных. Конечно, смотрите, какая хитрость. Значит, инициативная группа, вот у нас собрано очень много подписей, мы просто собирали подписи, мы против. Там даже не КПРФ было объявлено, а просто граждане писали. А если инициативная группа, которая объявляет, а не собирает нужное количество подписей, референдум не состоится. То есть они, перебивая инициативу в проведении, они просто могут угробить этот референдум. Но он всё-таки будет. А если они соберут подписи? А сказать, что у них такое рвение, а у них будет объяснение сейчас, если пойдёт вот это очередное же объяснение, когда там инициаторы этой группы, тавтологии инициативной группы говорят, так вот нужно подойти, нужно и так далее. Ребята, вот вы этими цифрами пользуетесь, вы получите ответы, пусть нам правительство даст ответ на эти вопросы. Как так может быть? Не даст правительство ответы, к сожалению. Такое правительство не даст, я в этом уверена. Марина Сергеевна, ещё одна тема, тоже последовательно связанная с пенсионной реформой. Кировстат, вот буквально из свежей информации, объявил о том, что каждый десятый сотрудник в Кировской области работает неофициально. Средний возраст сотрудника составляет 41 год. Ну, со статистикой там понятно, статистика такая вещь немножко может быть лукавая, да, может быть не каждый десятый, может быть каждый восьмой, да, может быть каждый пятнадцатый. И тем не менее, вот эта история с повышением пенсионного возраста, если всё-таки будет принято решение о повышении, на ваш взгляд, каким образом скажется на занятости людей? Люди, которые работают в белую, люди, которые работают в серую, и те, кто работает вообще без оформления. Кого будет меньше, кого больше, и почему? Ну, начнём с того, что работодателю выгодно серой зарплаты, потому что больше остаётся, не нужно нам отчисления и так далее. А работнику что выгодно? Работнику, вот если братья молодых, я говорила, вот 25 лет, они не верят в то, что они вообще до пенсии могут дожить, и что в их время, в их пору пенсии эти сохранятся. Они живут, как и все молодые, одним днём. Что сегодня есть, сегодня машина там, сегодня вот да. Единственное, что очень тянет, это ипотека, потому что молодые работающие, они даже вот мне объяснили, мы готовы выполнить всё, что скажет работодатель, пусть он будет мало платить, мне пусть выдавать, но лишь бы у меня была возможность погашать ипотеку. То есть работодатель будет диктовать условия, меньше там пенсионные перечислять, но я тебе буду давать, а у тебя возможность глотить, гасить, да. То, что люди не будут оформляться, огромные же средства, тут было подсчитано, что я сейчас вспоминаю, в правде, по-моему, или в Советской России, значит, при феодальном или крепостном, там, десятину забирали, да, у крестьян, феодальном, по-моему, там, 30, а рабовладельческий 40 процентов. Так вот у нас сегодня на уровне рабовладельческого строя. Дологообложение. Да. Поэтому каждый человек, который знает, за что отдаёт, и ничего с этого не имея, у него соблазн, конечно, уйти. А то, чтобы у нас фиксальную систему фискальную ввести, и они бы всё собирали... Не справятся? Нет. Нет. Потому что здесь должны быть экономические основы. Если у тебя там такая зарплата, ты перечисляешь, и у тебя будут какие-то льготы, и он будет это знать. Я вот, например, тут имела глупость, как мне сказала знакомая, застраховаться на 6 лет. Она сказала, ты бы хоть со мной посоветовалась, она в другой компании страховой. Сегодня больше, чем на год, нельзя загадывать. Наверное, она права. А у молодых, когда там 40 с лишним лет впереди, они будут искать решение вопроса сегодняшнего дня. Кто-то будет инвестировать, да, остающиеся деньги куда-то, и копить где-то, не знаю, в банке, или в банке стеклянной, непонятно в какой. Марина Сазонтова, первосекретарь Кировского горкома КПРФ, в нашей студии с особым мнением. У нас небольшая реклама, и вернемся. Особое мнение на 101FM. Марина Сазонтова в нашей студии, первосекретарь Кировского горкома КПРФ. Это ее особое мнение. Переходим, наверное, к следующим темам. Очередную реформу нам преподнесли, скажем так, уже областные, а не федеральные власти. Так называемые реформы местного самоуправления или муниципальная реформа районы, как я понимаю, районы Кировской области будут постепенно превращаться в городские округа. Вот так красиво это все называется. Я так понимаю, что переход этот будет добровольным. Насколько вчера я поняла в Романа Титова, вашего коллегу, можно так сказать, по законодательному собранию, добровольные истории, сами районы это инициируют. Упрощается администрирование, то есть официально вот вся прям верхушка власти будет сосредоточена в одном месте, и экономятся пусть небольшие, но все-таки бюджетные средства, которые можно на что-то направить. Вам, как кажется, все-таки больше плюсов в ней или больше минусов в этой реформе? Знаете, я могу сравнить, когда в законодательном собрании у нас был выезд в Нижегородскую область, есть там такой город Бор. И вот как раз в тот момент у них шло тоже такое реформирование, преобразование, да, в городской округ. И они делились теми проблемами, с которыми столкнулись, то есть вот на месте. Самой большой проблемой было лишение льгот, потому что у сельских поселений, у жителей, у них есть льготы. Роман Титов вчера заверял, что ничего не случится, со льготами все сохранится. Значит, для этого надо сначала законы поменять, потому что у нас есть учителя сельской местности, есть другие категории врачей, которые отработали в сельской местности, и у них должны сохраниться. Там по дровам, ну там по отоплению, так сказать, и по электричеству, ну то есть много достаточно льгот. И вот этот перевод в городской округ, статус меняется, и для этого нужно или в федеральный закон уже вносить изменения, потому что это по федеральному закону, и в областные законы. То есть сначала нужно разрешить эту проблему, чтобы у людей не было никаких иллюзий, что вот сохранят, могут пообещать пока сохраним, проходит время, но вы же теперь жители городского поселения, да? И у нас вот само слово поселение, оно у меня такое вызывает слово. Поселение это на выселке, знаете, когда кого-то идет. Если это будет городское поселение, превращенное, так сказать, вот как на выселку. Дело в том, что есть хороший пример, как решается проблема сельских. Безусловно, когда остается там в деревне два-три дома, и то там, может быть, только на лето появляются дачники. Когда в селе, о котором было там под 800 и больше жителей, остается где-то, может быть, 200, а там уже 150, и уже поколение старшее, потому что молодых пытаются куда-то отправить из-за бесперспективности, не от работы, и других условий. Конечно, это вынужденная мера может быть, но как ее решает в той же Беларуси? Создание агрогородков. Вот это правильное решение. Что такое агрогородки? Агрогородок – это где построены коттеджи, есть несколько там трехэтажных, предположим, с участками, где все заасфальтировано, весь комплекс услуг, то есть газ, вода, затем комплексные спортивные, будем говорить, культурные центры, школы, детские сады, и все это в комплексе находится вместе, вот это как микрорайон, в котором все доступно. Люди там живут или они туда приезжают? Живут. Живут. Те, кто хочет туда приехать, им, например, дают там в трехэтажном доме квартиру, если в течение трех лет они себя показали, им разрешают приватизировать или там коттеджи и так далее. То есть не просто приехал неизвестно кто. Вот когда люди понимают, что у них есть условия для жизни, для работы, вот агрогородок, это как раз вот слово городок, он работает. У нас даже с пресс-туры там журналисты с Россией просили, сонят ли там местечко у вас устроится, чтобы... Сегодня, когда говорят, нужно на село, да вы создайте сначала там условия, чтобы люди поехали. Вон по миллиону обещают врачам, много ли едет туда на село из-за этого миллиона. Не, ну все понимают, конечно, да, что только миллион, он не сыграет в своей роли. Поэтому переделать из округа и так далее. Вот смотри, может быть, сейчас изменилось, конечно. Я думаю, может быть, это изменилось, но в мою пору, когда была зампредседатель ЗАГС собрания, на муниципалитет повесили 46 функций. Из них финансировали только 6-7. А это как, знаете, между молотом и наковальней. Тебя требуют сверху и снизу, а денег не дают. Поэтому сегодня вот такими полумерами городской округ сэкономит там, ну не знаю, какие-то 2-5 миллионов в зависимости от района, как вы говорили, там в Санчурске. Но это не решение проблемы. Оно должно быть комплексным. И не так, когда у нас только одним агрофирмом валят средства на поддержку, а там, где на местах можно поддерживать, развивать и создавать условия для работы и жизни, ничего, никакой поддержки. Ну вот Роман Титов вчера говорил как раз о том, что создание городского поселения даст возможность этому поселению участвовать в каких-то федеральных программах по получению грантовых средств, да, каких-то дотаций, там прямо вот селевых. Ну вот не смешно ли. Как программа создания комфортной городской среды. Ну не смешно ли, когда у нас есть должна программа развития сельского, сельских, так сказать, у нас местности, села. Да, она и есть, только, насколько я понимаю, там настолько небольшие деньги, что... Рассчитывать на это абсолютно. Размазано тонким слоем. Так что я думаю, это лишь полумеры, вместо того, чтобы комплексно решать в каждом районе вот эти агрогородки создавать, как в Беларуси решение, чтобы у них была возможность. Вот это, да, я бы поняла. А просто статус сменить. Сейчас на российском уровне опять там каких-то... Макрорегионов. Макро-14, да, макрорегионов. Опять же, непонятно, если у нас ПФО, вернее, есть федеральная округа, нет, нужно поделить еще и так далее. Ну вот чем занимаются вместо того, чтобы реальные какие-то дела. Нет, тут раздели, тут прибавь. Исправляетесь с темой администрирования, Марина Сергеевна? Ну, я думаю, это по хвостам только бить. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ в нашей студии. И вот, собственно, настало время, да, поговорить о будущем еще раз, о будущем уже ближайшем. Послезавтра у нас начинается новый учебный год, 1 сентября. С какими трудностями столкнутся школьники? Мы не знаем, мы надеемся, что их будет немного. С какими трудностями столкнутся учителя? Мы не знаем, мы надеемся, что их будет немного. Надеемся, что 1 сентября все-таки радостный день, по-прежнему праздник, день знаний. Вот вам как кажется? Тяжело вздохнуть приходится. Дело в том, что, да, 1 сентября это праздник во все времена. Всегда он был праздником, но у меня в биографии был период, когда я поработала завучем в школе, поэтому я была и ученицей, и в родной школе, я была и родительницей в родной школе, была и завучем, преподавала, и поэтому как бы со всех сторон увидела эту, да, проблемы школьные, знакомые. И вот мне сегодня, с одной стороны, очень хочется посочувствовать директорам школ. Почему? А потому что их сегодня оставили, вот как я говорю, между молотом и наковальней. Я в интернете даже видела несколько директора объявляют голодовку. Это можно в интернете. А вот смотрите, с них требуют, чтобы были бесплатные учебники. Это повсеместно объявлено. А денег нет. Кто виноват? Они обращаются вверх, они должны найти где-то деньги на директора сверху и снизу. Но это не Кировская область. А вы знаете, где-то сегодня вот я пыталась среди директоров, у меня есть знакомые, да, субординация, их, во-первых, должен кто защитить? Наш департамент, министерство и показать истинную причину. Они требуют федеральные там стандарты, областные стандарты, городские и так далее, которые необходимы. Денег не хватает. И когда кто-то из родителей справедливо требует, что там же объявлено, что вы должны, директор знает, что у него нет на это средств, если это небольшая там школа или там большие, предположим. Потому что сегодня говорят, вот школам, по-моему, пять с чем-то миллионов, могу ошибиться, где-то или миллионы, семь там. А на что? На переоформление противопожарной безопасности системы. Это что, на улучшение самих учебного процесса? У нас сегодня... Это на безопасность детей все-таки. А вы знаете, а почему предыдущая система такая плохая оказалась? На этом просто на пожарной вот этих, так сказать, системах, которые меняются, кто-то очень хорошо зарабатывает. Сегодня, я с чем, например, эти факты? Когда директора штрафуют за то, что у него нет там одного, второго и третьего, приходят там разные службы у нас проверяющие, надзирающие, до 200 тысяч порой штрафы достигают. На школу или на директора? На школу. Куда эти деньги идут? Вместо того, чтобы или помочь, или принять там какие-то меры и понять условия, я понимаю, что безопасность детей. Так тогда давайте решайте, где взять деньги. А когда сегодня вешают на руководство школ обязанности это, не давая денег, как должен директор выкручиваться? А там директор школ... Директор должен зарабатывать каким-то образом. Не знаю, каким. Вот видите, а каким, да. Очень хитрая ситуация. И когда учителя объясняют, что почему у нас это урезали? Почему так далее? Снизу тоже претензии к директору, а директор не может, потому что сверху идет другая команда, что он должен делать. Там убавить, там, значит, за проверку, там классное руководство и так далее. Вот когда у нас не будет такой вот открытости, понимания, а сегодня очень хорошо женский коллектив, так сказать, и как кинуть? У него там, наверное, вот такие там зарплаты, он там себе берет, там что-то. А в целом это на учебный процесс влияет. Потому что сегодня в школах не хватает учителей. Если раньше был дефицит, предположим, англичан в сельских школах, да? Учителя иностранных языков. Потому что они в основном как-то все устраивали. Сегодня в городских школах не хватает учителей иностранных языков. Я уже не говорю преподать физику, математика. тоже как-то устраиваются. Да. Или брать учителей начальных классов. Посмотрите, уже в возрасте не потому, что им так работать хочется, а потому, что директор уже умоляет, ну вот еще поведите, пожалуйста. Ну нет, молодые не идут. У них нет никаких доплат. Голенький оклад. Потому что они вот только закончили, да? Получили диплом. И только энтузиасты. Муж содержит. Анатолий Михайлович Чудин вчера сказал, что зарплата учителя должна быть, позавчера, зарплата учителя должна быть не менее 40 тысяч рублей. И тогда это будет уважаемая профессия и люди, в том числе молодежь, конечно, пойдет в школу. Да. Кому вопрос? Не знаю. К федеральному Минобру или к региональному. Ну вот как депутат Анатолия Михайловича надо тогда, Вероятнее всего к региональному. То есть безусловно, когда говорят, что да, у стажистов и зарплаты и так далее, они ведут, да только потому, что они порой ведут две параллели, вот начальные классы. И я порой встречаю их вот после школы, они идут, вот знаете, но им только посочувствовать можно. Не они рвутся к работе, а вынуждены, так сказать, поддержать там директора, ребят, ведь класс набрали, первоклассники начальные какие, нужно их помочь, поддержать. Поэтому, если не будет решаться вот эта проблема в образовании, мы получаем некачественное образование. И сейчас, если, значит, в ВУЗы у нас все пытаются, почему, вот 11-летнее образование, сейчас заговаривают о 12-летнем образовании, почему? Потому что молодежи не могут предложить работу, заканчивая в ВУЗ или нет, куда им устраиваться. А теперь еще на этих местах будут сидеть будущие пенсионеры, которых нельзя увольнять под страхом уголовного наказания. Да, и это будет что? Столкновение молодых со старыми, что ты здесь сидишь, и ты не даешь мне получать нормальную, так сказать, жизнь условно. Поэтому я хотела бы все-таки, несмотря на все, поздравить всех, и за понимание родителей, учеников, преподавателей и директора, директоров школ, должно вот это быть, в каких условиях мы живем, и все-таки постараться разбираться, а где истинная причина тех, не выполнения каких-то функций, которые возникают у нас в процессе учебного периода. Я с огромным удовольствием хотела бы всех поздравить этот праздник. Но чтобы этот праздник был не только 1 сентября, а как-то продолжался дольше. Это зависит и от депутатов, и от правительства, и от президента. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, была у нас в программе «Особое мнение», но еще раз всех с Днем знаний, завтра у нас особого мнения не будет. Так что вот, фактически, Марина Сергеевна подводит такую логическую черту под поздравлением, под окончанием летних каникул и началом учебного года. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM